В таком случае промедление может привести к трагедии. Встреча с диким животным чревата опасными последствиями. Бешенство заболевания смертельное. Заразиться им можно не только через кровь, но и через слюну. Если она попала на слизистые оболочки или поврежденную кожу. Первое, что самое важное, это профилактика и вакцинация. Не важно, где животное живет, вы можете принести фактор передачи инфекции домой. Это не исключено. Чаще всего бешенством заражаются собаки, кошки, лисы, ежи, летучие мыши. Реже коровы, лошади и грызуны. Подходить близко к диким животным, которые выходят к людям, опасно, предупреждаю специалисты. Именно такое поведение считается одним из симптомов этого опасного заболевания. Если все же контакт произошел, пострадавшему необходимо срочно обратиться за помощью. Обратиться в ближайшее лечебное учреждение, где есть травматологический пункт. Да, травмпункт. Значит, у нас есть травматологический пункт, функционирует в круглосуточном режиме на территории Одинцова. Это маршала Березова, дом 5, первая поликлиника. Прививать своего домашнего питомца раз в год – обязанность каждого ответственного владельца. В государственных лечебницах это можно сделать бесплатно. Но нужно заранее записаться. Кроме того, работают и выездные бригады. О том, где и когда они будут вести прием, можно заблаговременно узнать в социальных сетях и на сайте ветклиник. В первую очередь администрация округа и территориальные представители власти должны в первую очередь предпринять максимальные меры по информированию населения и строго следовать тем рекомендациям, которые нам дадут специалисты. Инкубационный период при бешенстве, как правило, длится от 1 до 3 месяцев. Высокая температура, бой в области раны, нарушение психики, водобоязнь. Основные симптомы бешенства. Прогноз всегда неблагоприятный. Эффективных методов лечения этой инфекции нет. А вот надежный способ профилактики есть – это вакцинация. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова